Новому микрорайону новая дорога. В пятницу в мэрии состоялись публичные слушания по планировке территории ЗТЦ Евроленд. Здесь планируют строить новый микрорайон и физкультурно-оздоровительный центр. На повестке обсуждения строительство дороги. Эта дорога в микрорайоне видна протяженностью чуть более километра. Она рассматривается во второй раз. После предыдущих слушаний документация была отклонена на доработку ввиду того, что образуемые ею земельные участки не соответствовали требованиям законодательства. На сегодняшний момент эти замечания устранены и документация соответствует требованиям земельного законодательства. Территорию для дороги выбирали таким образом, чтобы максимально обойти частные владения. Но все равно в зону строительства попали порядка восьми участков. Эти земли подлежат изъятию для муниципальных нужд. То есть город их выкупит у собственников по оценочной стоимости. Новости о грядущих работах жители восприняли по-разному. Но большинство решили, пользуясь такой возможностью, напомнить городским властям о проблемах их микрорайона. Когда-нибудь он станет видным. А пока так нельзя сказать даже с натяжкой. У нас дорога, которая к нам сейчас идет на вторую, первую и третью комбольную, она ужасная, начиная от ДСУ и заканчивая всей второй комбольной. Жители напуганы тем, что возможно транспорт какой-то со стройки пойдет через наши улицы. Это практически невозможно. То есть мы с вами это понимаем. И судя по проекту, действительно он не пойдет. Но есть ряд вопросов, которые пока непонятно. А если непонятно, значит страшно. Этот вопрос обещали перенаправить управление благоустройства, которое более компетентно в вопросах содержания уже существующих дорог. Что касается трассы планируемой, здесь также возникли и вопросы, и предложения. Вот, например, я вот там как живую выросла и все, да. Эта дорога, я считаю, что это дорога в никуда. Потому что вот целесообразнее, целесообразнее для того района и для расстраивающих района сделать дорогу скуконковых через Евроленд. Такой вариант тоже рассматривается. Но территория-то в собственности у владельцев ТЦ, что существенно усложняет положительный исход дела. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.